Вернули домой. В Челябинскую область удалось возвратить 172 ошибочно мобилизованных жителей. Об этом заявил омбудсмен региона по правам человека Юлия Сударенко. Среди них многодетные отцы, мужчины с ограниченным состоянием здоровья и студенты. Около 2500 обращений приняли от военных. В основном южноуральцы волнуют вопросы, связанные с мобилизацией. Большую часть составляют жалобы на военно-врачебную комиссию. Южноуральцы жалуются на то, что мобилизуют ребят с рассеянным склерозом и со стентом в сердце. Кроме этого, многих мобилизовали из-за того, что предприятие вовремя не предоставило бронь для специалистов. Мы устанавливаем, есть ли нарушение права. И если оно есть, то мы боремся до конца за этого человека. Но если его нет, мы не придумываем, как тебе помочь. Мы не тот орган, который помогает не служить. Мы тот орган, который, видя нарушения, их устраняем. Существенно сократилось количество обращений в социальной сфере, хотя раньше их было больше половины. Также в три раза снизилось число жалоб на действия органов полиции. Особое внимание омбудсмена на проблеме жилья для сирот. Уже с этого месяца им начнут выдавать сертификаты на квартиры. Этот инструмент будет использоваться для детей-сирот, которые достигли 23 лет. Которые более или менее уже социализировались в обществе, получили работу, образование и так далее. Так вот, только таких детей у нас на сегодняшний день 900 человек. Количество обращений сильно увеличилось. Всего за прошлый год было 4821 обращение. Это на 10% больше, чем в 2021. Главным итогом работы ведомства стало восстановление прав почти 400 южноуральцев. Редактор субтитров А.Семкин